Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 7 июня и я снова возвращаюсь к теме махровые цветы на томатах. Конечно, я не буду повторять все снова до ладон, потому что видео о махровости на цветах томатов я уже снимала. Я просто к этому видео ссылку, ну в описании к видео будет ссылка. Посмотрите первое видео, кто не видел. Второе видео меня заставили снимать комментарии. Сейчас я расскажу все подробно. В этом году вообще у нас стихийное бедствие. Многие пишут, что у нас махровые цветы почти на каждом сорте. У нас махровые цветы на первой кисти. Это ладно. С первой кисти я уже говорила, лучше удалить, потому что вот смотрите, у меня вот махровый цветок я посчитала. Раз, два, три, четыре, пять. Их прям видно. Пять сросшихся цветков. Ясно, что это будет полнейшая уродка. Но вот уже начали поступать комментарии. Одна зрительница пишет, а что делать, если у меня вообще одна махра? Не только на первой кисти, но на всех кистях вылазят махровые цветы. Но тут уже вот смотрите, мой совет такой. Видите, у меня тоже скотсобоченные томаты. Тут уже надо отсортировывать, потому что степень махровости бывает разная. Если вы видите цветок махровый, он не обязательно будет сильно уродливый. Вот смотрите, пять томатов слепленных, это полностью целая первая кисть. Были неблагоприятные погодные условия, вероятно, они не смогли расцепиться, все. Конечно, из этого ничего не будет. Но бывает махровый цветок, он не очень махровый. Если вы присмотритесь, там всего два цветка слепленных, и получается уже не уродка, а вот такая, видите, скособоченная, я их называю. Она скособоченная. Вот было два плода, они не разъединились, и будет томат, просто состоящий из двух частей. Это ничего страшного, поэтому мой совет такой. Если у вас очень много махровых цветов, не торопитесь их удалять, а подождите, когда видно будет по завязи, полностью это будет уродка, или это будет просто кособокий томат. Вот это тоже был махровый цветок. Видите, у него получилась неправильная форма, как-то на бок. Конечно, это ненормально, он тоже считается как это отклонение. Но для еды он все равно идет, тут будет мало отходов. И даже вот такая вот полууродка, которая вроде бы тоже не повторяет сортовых характеристик своих, но в еду она пойдет. И вот смотрите, почему я их тоже не удалила? Потому что эти вот томаты, это как раз та грядка, которая у меня попала под град, у которой было много испытаний, и на первой кисти их и так мало. Видите, вот эта вот, она скорее всего отпадет, потому что уже видно вот здесь посветление такое. Вот еще сейчас покажу вам. Видите, плодоножка уже, она была, ну или это травма, или это просто она не выдержала. Мороза растение скидывает. И поэтому вот на этом растении, на этой грядке я не стала удалять все махровые цветы, а решила посмотреть, какие из них все-таки пойдут в еду. Но вот это и вот это, которые сформировались, они хорошо, прекрасно пойдут в еду. Представьте, если бы я ее убрала, у меня первой кисти вообще бы не было. Вот. И вот эта вот зрительница, которая пишет, если я уберу всю махру, то у меня урожая вообще не будет. В таком случае, конечно, давайте будем отсортировывать. Как говорится, из двух зол будем выбирать меньшее. Вот пяти, как сказать, пятидетную, такую вот, конечно, помидорку не стоит, это будет очень. Но если уж у вас вообще никакой не будет, то я считаю, что пусть она будет даже и такая, но она половина уйдет в отход, вы сразу знаете. А вот которая из двух, из трех цветочков сросшаяся, это вполне пригодно к употреблению. И вот это видео еще раз говорит о том, что нынче такие ужасные погодные условия, что встречаются явления, которых не было никогда. Некоторые первый раз в жизни видят, чтобы все цветки были на томатах махровые. И если раньше кто-то мог еще говорить, что это, возможно, это специфика сорта, или там характеристика, или еще что-то, оказывается, нет. Все это зависит от нашей природы, от наших погодных условий. Нынче природа нам так завернула, что тут уже о стопроцентном урожае говорить и не стоит. У кого-то цветы махровые обрывают, у кого-то цветы первые кисти от холода сбросили, у кого-то от жары, потому что аномальная жара, вот пишут, уже 32 градуса была у кого-то. Будем спасать то, что есть. Но пусть будут немного нестандартные, не по характеристикам. Значит, махровые цветы, если много, половину оставляйте. А еще лучше проверяйте, когда зависть будет с вишенку, тогда уже видно. Все, до свидания.